Более 1400 ребят учатся сейчас в Видновской средней школе номер 5. Педагогический коллектив идет в ногу со временем и постоянно внедряет в учебный процесс самые современные технологии. Методики одобрены на всероссийском уровне. Команда учителей стала одним из фаворитов профессионального конкурса «Флагман образования». Набрали хорошее количество баллов совместно команды и вышли, соответственно, в полуфинал. Теперь поедем в Липецк. Там будет Центральный федеральный округ с 11 по 13 марта. Мы там должны будем быть и представлять Московскую область. В школе гордятся тем, что удается не только продвигать новые технологии, но и сохранять традиционные методики. Конечно, фундаментальное советское образование не сравнится с современным Клиповым. Но возвращение к чтению абсолютно необходимо для полноценного развития подрастающего поколения. Информационное поле такое огромное. Технологии пришли в школу. Если раньше был журнал бумажный, то сегодня мы видим электронные наши помощники. Поэтому здесь очень сильно изменилось. И это интересно, потому что раньше было по-другому. Сегодня это действительно требует много переучиваться, много нового узнавать. Учитель начальных классов Инесса Янкова в профессии уже 8 лет. Своих первоклашек очень любит. Каждому из 32 учеников старается найти индивидуальный подход. Безусловно, образование изменилось. Оно меняется в лучшую сторону, так как прогресс идет вперед. И появляются новые современные технологии, которыми мы стараемся умело пользоваться. Первоклашкам в школе пока все интересно и в новинку. Каждый предмет воспринимается как научное открытие. Каким будет их будущее образование, задумываться рано. Мне больше всего нравится ИЗО и технология, потому что я очень люблю творить. А вот выпускники школы точно знают, какой предмет хотели бы добавить в учебный процесс, чтобы полностью удовлетворить образовательные требования в современных условиях. Сейчас очень важна тема IT-технологий. И поэтому я считаю, что нужно в школе очень сильно заняться информатикой. То есть следить, чтобы все было отработано, чтобы было больше уроков. То есть, например, не один урок в неделю, а два-три урока информатики. Потому что сейчас IT-технологии очень нужны. Это сейчас основополагающее всего в будущем. Я, например, бы добавила такой предмет, как экология. Потому что 21 век и экология – глобальная проблема человечества. И вот, например, в нашей школе есть дополнительные занятия. У нас целое движение «Зеленая школа». Но в остальных школах не всегда есть такое. А детям очень интересно и это очень полезно знать. Право на получение образования есть у каждого. В силах своих способностей и талантов школьники стремятся достигнуть успеха в этом процессе. А учителям приходится оперативно реагировать на стремительно меняющиеся стандарты.